МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Атмосфера царила на одном из любимых праздников молодого поколения. Канцы отпраздновали День молодежи. 346 11-классников сделали еще один шаг во взрослую жизнь. На центральной площади Канской они попрощались со школой. Там состоялся традиционный бал выпускников. В Тосеевском районе в Глухой Тайге больше недели ищут без вести пропавшего лесопожарного. 21-летний парень приехал туда с командой тушить лес, но по каким-то причинам якобы сам ушел из лагеря. В Бородино и его окрестностях десятки полицейских ищут вооруженного подростка. 17-летний парень украл два ружья и патроны к нему отца своего знакомого и скрылся. Сразу несколько современных, наполненных по последнему слову техники кабинетов, появятся в школах Канского района. Администрация активно принимает участие в национальном проекте образования. За убийство с особой жестокостью 18-летняя жительница Каннска отправилась в колонию на 13 лет. Напомним, жуткая история произошла еще в октябре прошлого года. Девушка нанесла своей жертве 31-летней знакомой 76 ударов ножом, а затем скинула ее еще живую в реку. В селе Астафьевка Каннского района четверо детей, старшему из которых 11 лет, отравились ядовитым растением. Нашли они его на улице и подумали, что это бамбук. Однако вскоре после пробы почувствовали себя очень плохо и были госпитализированы. Подробности в сюжете Дениса Шабурова. Рот опух, щеки, язык. Ну и одно мальчика, горло было опухшее. Настоящим кошмаром обернулась обычная прогулка для четверых мальчишек и их родителей. Прямо из дома детей увезли в больницу с острым отравлением ядовитым веществом. Выяснилось, что на улице школьники нашли обрезки растения, внешне похожие на бамбук. Попробовали их на вкус и почти сразу почувствовали себя плохо. С первого сладко, потом сжечь начало. Один мальчик домой поехал, второй к бабушке рот полоскать. Ну, двое там были. Третий, четвертый, получается, тоже домой пошел. Но он потом пришел в больницу. Там их уколы поставили. Вызвали скорую. Ну, скорая оказала помощь. Оказалось, что дети наелись обрезков дифенбахи. Растение хоть и домашнее, но довольно опасное. Листья и стебли цветка содержат ядовитый сок, который вызывает отеки слизистой и можно задохнуться. Врачи говорят, тяжелых последствий удалось избежать благодаря быстрой реакции родителей и грамотным действиям медиков. Все дети до сих пор находятся в реанимации, получают помощь. Они все в сознании, они встают, они уже начали кушать. То есть у одного еще затруднено немножко глотание, у которого язык опухший маленько. Но, возможно, это его индивидуальная реакция. Цветок был похож на бамбук, на пальму. И, учитывая, что в одной из телепередач они видели, как обезьяны едят бамбук и пальмы и тому подобные вещи, они решили провести эксперимент, насколько человек ушел от обезьяны. Вот, собственно, так и выглядит то самое растение. Вообще диффенбахи очень распространены, их можно найти во многих офисах. Вырастают они довольно высокими, поэтому их часто обрезают, а затем эти обрезки выкидывают. Правда, к утилизации таких растений ответственно относятся далеко не все. Мало кто вообще знает, что диффенбахия ядовитая и выбрасывать на улицу ее нельзя. Полиция уже начала проверку, а дети постепенно идут на поправку. Денис Шабуров, Александр Шумилин, телекомпания «Канск», 5 канал. Жители Каннска обсудили будущее благоустройство сквера возле городского дома культуры. Какие идеи были озвучены, узнаете в следующем сюжете. Более двух часов продлился очередной урбан-форум. Всех неравнодушных жителей, которые пришли на мероприятие, поделили на рабочие группы, в которых они впоследствии пытались структурировать образ благоустройства территории возле ГДК. Но изначально перед ними выступила главная архитектор команды, которая будет заниматься проектированием с их видением обновленного сквера. Были озвучены предложения о появлении более удобной парковки, детских игровых площадок, озеленения и даже преображения внутреннего сквера. Мы увидели, что в внутреннем творике как раз располагается дерево, особенное. И натолкнули на мысли, и сотрудники городского дома культуры могли нам додумать немножко историю, что это некая интерпретация произведения лукоморья. После уже сами жители приступили к обсуждению. Проходило оно довольно бурно, так как в зале собрались те люди, которые по-настоящему беспокоятся о том, как выглядит наш город. Некоторые из них признались, что участие в данном мероприятии крайне важно. Я здесь родилась, я здесь выросла на этой территории, я всегда жила в центре города. То есть еще в детстве маленькой я посещала городскую библиотеку, ходила на секцию акробатики. Это все находится как раз в здании ГДК, поэтому я неравнодушна именно к данной территории. Это отличная возможность заявить о том, что бы мы хотели видеть. Для того, чтобы потом мы привели сюда своих ребятишек и с гордостью могли сказать, что мы принимали участие в создании этой территории. Были среди участников Урбанфорума и те, для которых ГДК за много лет стал, можно сказать, вторым домом. И они пришли на мероприятия с заранее подготовленными. Я все-таки 36 лет работала в городском доме культуры, замдиректором, директором. И поэтому всегда была какая-то мечта именно облагородить не только сам дом культуры сделать какой-то ремонт, но и территорию. Мы очень долго и много работали над этим проектом. У нас есть свои эскизы, которые мы послали в край, с которыми работали художественная школа, библиотеки, городской дом культуры. И нам бы очень хотелось, чтобы именно наши проекты вошли в этот проект. Так как некоторые идеи, которые озвучили сами архитекторы в начале мероприятия, были предложены им, жителями, одна из рабочих групп как раз развернула более подробную идею с благоустройством территории возле детской библиотеки. Обыграть этот дом, библиотека детская, вокруг расположить скамейки, которые могут быть скамейки, а внутри зеленое покрытие. Конечно же оставить клубы, у нас там очень много места в форме книги. Обыграть дерево, добавить сюда, так как это детская библиотека, возможно, кота ученого. Мы сейчас полистаем картинки как предложение. Это будет и своего рода и как фотозона, это дети, это все интересно. Примечательно то, что многие из присутствующих, предлагая идеи благоустройства, не забыли об очень важном моменте – безопасности. Все же в ГДК часто собираются именно дети, и об этом не стоит забывать. Вот эти две зоны, соседство – это очень важно. Пока родители смотрят мероприятия, какие-то выступления, детки играют на детской площадке. Тут мы задумались о безопасности детей. То есть все мы понимаем, что вот здесь как раз оживленная проезжая часть, поэтому мы хотели бы предложить, чтобы здесь появилась либо какая-то живая изгородь, либо какой-то декоративный подвор, ну вот именно на этом протяжении, да, чтобы детки не выходили на проезжую часть. По итогам встречи все предложенные идеи будут объединены проектировщиками и по возможности включены в проект будущего сквера. Напомним, сквер возле ГДК стал победителем рейтингового голосования по отбору территорий для благоустройства в 2024 году в рамках государственной программы формирования комфортной городской среды. Юлия Олейникова, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал. Сразу после небольшой рекламы в рубрике «Гость студии» поговорим о том, насколько безопасно отдыхают школьники на летних каникулах, согласно статистике Госавтоинспекции. Не переключайтесь. Компания «Экохом» предлагает услуги химчистки ковров, пледов, покрывал на профессиональном оборудовании с использованием центрифуги, что дает вам качественное выполнение работ за минимальный срок. Сами заберем, почистим и привезем. Опыт более 7 лет. Услуги круглый год по городу Каннску и Каннскому району. «Экохом» – чистка и сушка ковров, пледов, покрывал. Телефон 8-913-596-4836. Есть проблемы со слухом? Нужен слуховой аппарат? Обратитесь в медицинский центр «Доктор слуха» в выездной прием в Каннске 14 июля. Запись по телефону 8-391-215-1541. Слуховые аппараты 6 июля в Каннске с 12 до 13.00 в Краеведческом музее по адресу улица Московская, 51. Справки и вызов специалиста на дом 8-905-942-4362. О, Абсолют более 10 лет оказывает качественные юридические услуги, а также услуги в сфере управления многоквартирными домами. Абсолют – это защита вашего нарушенного права по вопросам любой сложности. Мы оказываем услуги по составлению исковых заявлений в суды общей юрисдикции, арбитражные суды и представления ваших интересов в суде. Также оказываем юридические услуги в сфере ЖКХ. Вы хотите сменить управляющую организацию, создать ТСЖ, но не знаете, как это сделать? Ваша управляющая организация оказывает вам услуги ненадлежащего качества? Наши специалисты помогут решить все ваши вопросы. Первый месяц лета позади. Это значит, что школьникам осталось всего два месяца до начала нового учебного года. Сегодня в рубрике «Гость студии» мы поговорим с начальником отдела ГИБДД о том, насколько безопасно дети проводят свои каникулы. Денис Игоревич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и давайте для начала расскажем о том, какой сложилась статистика за первый месяц лета. В июне 2023 года зафиксировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых телесные повреждения получили несовершеннолетние. А именно, это улица 40 лет октября. 17-летняя девушка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В процессе перехода проезжей части на нее совершил наезд легковой автомобиль. Значит, по факту ДТП водитель оставил место происшествия. Позже он был установлен, привлечен к установленной ответственности. И также на улице Коростелева у нас зафиксирован наезд рейсовым автобусом на несовершеннолетнего, который находился на крови проезжей части, вышел на прогулку и обходил лужу на обочине. В результате чего также был госпитализирован, получил телесные повреждения. Это два факта, которые зафиксированы в июне. Значит, в прошлом году по итогам, можно сказать, уже шести месяцев, фактов дорожно-транспортных происшествий с участием детей не фиксировалось. В целом, в текущем году снижается количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей на обслуживаемой территории. Можно ли сказать, что вот с приходом лета количество ДТП с участием детей становится больше? Или, ну, как бы, каникулы не важны? Безусловно, статистика говорит о том, что количество дорожно-транспортных происшествий, где получают телесные повреждения дети, к сожалению, именно на летний период она возрастает практически в два раза. Обусловлено это тем, что дети находятся на отдыхе, уже не участвуют в занятиях в учебных заведениях, больше предоставлены себе, потому что родители находятся на работе. Во время учебного года Вы часто посещаете школы, детские сады, объясняете детям правила безопасности, то есть учите их и тому подобное. Вот какие именно профилактические мероприятия Вы проводите летом, когда вот дети не находятся в школах, в садах? В процессе учебного года сотрудниками госавтоинспекции в полном объеме охватываются все образовательные учреждения, дошкольные, школьные образовательные учреждения, все техникумы, училища, которые имеются у нас на территории. В стопроцентном формате мы беседуем с учащимися, разъясняем им правила дорожного движения, меры ответственности за нарушение правил дорожного движения, приводим конкретные примеры, к чему приводят те или иные обстоятельства, которые совершаются детьми, как участниками дорожного движения. В период летних каникул мы не перестаем вести эту работу. Здесь мы организовываем детские площадки, куда привлекаем по возможности большое количество детей. Тема все та же, безопасность дорожного движения. Плюс на постах и маршрутах патрулирования, нарядами дорожно-патрульной службы, выявляются и пресекаются такие факты, как управление велосипедом детьми, которые не достигли определенного возраста, выезжают на улицы населенных пунктов. Безусловно, это создает определенную опасность для детей. Каждый такой ребенок доставляется домой, передается родителям, опять же ведется профилактическая беседа. Такая же работа ведется с детьми-пешеходами, которые пренебрегают правилами дорожного движения. Также дети доставляются домой, передаются родителям, разъясняется причина произошедшего полностью. Также ведется профилактическая работа с родителями. А как сами дети вообще реагируют на эти занятия? Понятно, что вы проводите их в игровой форме, но как думаете, насколько они усваиваются, эти правила? Интерес у детей именно к работе в целом госавтоинспекции, к прибытию сотрудника полиции, он всегда очень активный. Часто дети задают вопросы, даются им полноценные грамотные ответы, как вести себя в той или иной ситуации. То есть определенный интерес у детей есть в каждую встречу. То есть тема примерно одна и та же, то есть участие в дорожном движении пешехода, пассажира, либо велосипедиста. Но тем не менее не уходишь в занятия никогда без большого количества вопросов детей. Ну и в завершении нашей беседы хотелось бы, чтобы вы из нашей студии обратились и к детям, и к родителям, к нашим телезрителям, которые будут смотреть этот выпуск, и рассказали об основных правилах, которые нужно соблюдать летом, и родителям дать какое-то напутствие. Что делать, если ребенок остался дома один? Как убедить его, чтобы он не совершал ошибок на дороге? Первоначально я обращусь к водителям. Лето – это период отдыха, период массового выезда за город, к местам отдыха, к местам проведения какого-то досуга. И, как правило, всегда это все совершается на личном транспортном средстве. Поэтому обязательно первоначально водителю соблюдать скоростной режим. Основные причины дорожно-транспортных происшествий – это нарушение скоростного режима, выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, для совершения маневра обгона. Он также должен быть на 100% безопасным. Также перевозить детей, пассажиров и самому водителю быть обязательно пристегнутым ремнем безопасности. Что касается наших подростков, очень часто сейчас на обслуживаемой территории фиксируются факты, когда дети прибывают на каникулы к дедушке, к бабушке, пользуются мототехникой, мопедами. Часто родители приобретают, привозят эту технику в село. Да даже по улицам города это видно. Достаточно большое количество фактов, когда рядом дорожно-патрульной службы пресекались именно факты управления несовершеннолетних мототехникой. Здесь, обращаясь к родителям, попрошу взять этот момент на пристальный контроль. Здесь нужно разъяснить ребенку о том, что необходимо пройти процесс обучения по достижении определенного возраста, пройти квалификационные экзамены, получить право управления соответствующей категории, только потом уже управлять мотоциклом, автомобилем. Ни в коем случае не передавать транспортные средства своим подрастающим детям. Помните о том, что вы выпускаете своего ребенка на дорогу общего пользования, и ваш ребенок, он не имеет навыков, не знает правил дорожного движения. Денис Игоревич, спасибо большое за беседу. Надеюсь, нашим телезрителям она была полезна. Ну а я напоминаю, что гостем нашей студии сегодня был начальник отдела ГИБДД МОИО МВД России Каннский Денис Игоревич Микуляк. Специалисты Каннской гидрометобсерватории озвучили прогноз погоды на второй месяц лета. По их расчетам, июль будет довольно жарким, но дождливым. Прогноз, в принципе, неплохой на июль месяц. Но первая декада у нас ожидается жаркая. То есть у нас дневные будут достигать до 30 градусов жары. Ночью немножко прохладнее, 15-20. А вот уже вторая, третья декада уже жары такой не будет наблюдаться. Но достаточно теплая, комфортная погода. 20-25 будет наблюдаться днем. А вот по осадкам, осадков ожидается больше среднего многолетнего количества. Эти осадки будут у нас наблюдаться в первой декаде. И в третьей декаде вторая прогнозируется без осадков. На этом наш выпуск завершен. Сразу после него смотрите рубрику «Полезно знать». В студии была Татьяна Блинкова. Всего доброго. До свидания. Закажи такси 391-61-2-77-77. Для заказа такси без разговора с оператором пользуйся приложением «Максим». Просто отметь на карте, где ты и куда поедешь, и нажми «Заказать». Сервис заказа «Такси Максим». Просто современно. Сервис заказа «Такси Максим». Сервис заказа «Такси Максим». Продолжение следует...